Приветствую всех у себя на канале, у микрофона Пончо и добро пожаловать на новую карту нового сезона V3 Champions Руины Асшары Вот такая осенняя карта, интересно будет посмотреть на ее содержимое Что ж, это по всей видимости красная точка, где есть голем, с которого выпадают обычные артефакты Вроде ауры Таурена, ауры Деснайта, ауры Паладина Ой, ауры Архимага, извиняюсь Здесь же лаборатория, судя по всему, здесь выпадает, по-моему, руны и наручники, сапоги Кельталаса, Раба Мага и прочее Здесь также имеется шоп, откуда, по идее, должны выпадать расходники третьего уровня Если быть точнее, третьего, третьего, третьего Вроде как третьего, да Большие банки маны имеется в виду Инвул на 15 секунд Здесь есть мелкие кемпы, скорее всего, отсюда выпадают второго уровня артефакты Вроде коготочков плюс 4 Такие вот обелиски имеются на центре карты, интересные, да? У меня вопрос, можно ли повесить на них виспа? Разумеется, нет Ладно, покекали, почекали, ну и поехали Что ж, сегодня будут играть два классных игрока У нас слева снизу стартует фиолетовым цветом за Альянс Лолайт Скрывающийся под ником Китти Напротив него стартует красным цветом за Нежить Суин Интересно, конечно, наблюдать за ним в последнее время Учитывая то, что он очень часто начал практиковаться именно за Нежить Посмотрим, к чему это его в дальнейшем приведет И обратите внимание, Лолайт играет у нас через паладина первого героя И это не паладина Рифлы, хотел сказать я Это какой-то Какой-то видоизмененный билд Пропустили мы начало игры Ну, по крайней мере, судя по билдам Потому что я вам показывал карту Интересно, что это, да? Ну так, периодически буду отвлекаться на карту Смотреть, что, где и как Лолайт закрепил первую точку Здесь же вторую точку уже Суин закрепил Получил второй уровень налича Просто шикарный дроп У него перчатка скорости И кольцо превосходства Лучше дропа и не придумаешь Ну, разве что манти-интеллектно Но кольцо превосходства, как по мне, выглядит Интереснее, учитывая то, что он дает Плюс один ко всем характеристикам Также крепит центр карты Сейчас Лолайт Тут под боком буквально крепится два игрока Оба Оба игроку Оба игрока Две перчатки скорости Не везет с дропом Лолайту С другой стороны, на криппинге Конечно, очень жестко помогает Эти два предмета ему зачищать Кемпы Ну, а здесь лич постепенно, медленно, но уверенно Разгоняется до третьего уровня По-моему, должен получать его с этой точки Да, уверенно получает Потому что два крипа четвертого уровня Три крипа четвертого уровня Еще и кентавр пятого уровня имеется так же Вес благородства, судя по всему, купил только что с этой точки Даже новую потратил на кентавра Вот, большой инвол выпал с этой точки Ну, дроп примерно как на Last Refuge Ой, тут на дотекании Рифлмен может сейчас откиснуть Если нова пойдет, то может быть и окружение на самом деле Здесь же паладином забегает на базу к сопернику Ловает минус гулька 100% Выживает Честно сказать, я думал Добьют Рифлы его Но, тем не менее Минус другая гулька Кстати, маны не хватает на О! Хотел сказать, я маны не хватает на Личе Чтобы дать новую И все-таки он успел Аккурат Под телепортом Забрал Юнита Ну и У Лулайта сейчас В скором времени могут возникнуть проблемы Потому что он потерял своего рифла И каждый рифл сейчас на Вес золота Как бы это банально не звучало Он потерял двух рифлов, если быть точнее Одно на дотекании Здесь, вот, судя по всему Где-то у него трупик должен быть Может быть, призвал с него Скелетиков Суин Ну и второго, разумеется Здесь С которого также вызвал скелетиков Крепится Под боком экспант Под базой У себя У Суина Здесь же паладин Не может никак получить Тот самый заветный Третий уровень Срываются ополченцы На крипинг, скорее всего Натурала Не знаю, играли ли Игроки на этой карте Прежде Такое ощущение Будто Будто играли О, и тут Кстати, жесткая точка Так-то два голема Глиняных Но с отводом, конечно Она Куда легче крепится Нежели чем Точка в Амазонии С каменным големом Который еще и китаец Булыжниками Вот Кольцо защиты Плюс пять Выпадает для паладина Неплохой для него дроп Хотя Если так Посудить То Кольцо регенерации Выглядело бы Интереснее А здесь же Амулет маны Ну Не знаю Вот эти вот предметы Прямо знаете Мечта игрока За андредом Суин заметил Что здесь ставится Экспанд Моментально Отправляется на харас Минус Рабочий Но второго Вряд ли он добьет Потому что появляется Паладин А с появлением паладина Повышается шанс Того что У вас Точнее у вашего Героя Могут возникнуть С маной Проблемы Могут возникнуть Проблемы С маной Тьфу Не вяжется У меня речь Ладно Кстати вы заметили Да сейчас Микро момент Суин выложил Венец благородства И амулет маны И только потом Получается Дарк ритуалом Сил скелетика Восполнив Восполнив себе Максимально эффективно Ману Минус очередной Работяга Второй Третий Четвертый Не успевает Захилить его Лолайт Аккуратно Под Койл соперника Минус Да Четвертый Работяга Все таки Чуть было не потерял Своего рифла А вот здесь Лолайт Пытается Отконтроливать И все таки Да Чуть Не хватило Ему контроля Но Лолайт Как раз таки Славится Не своим Сумасшедшим Микро А больше Правильными Решениями Минус Рыцарь смерти Но Рыцарь смерти Первого уровня Конечно Жаль Что он не успел Реализовать полностью Всю ману Но тем не менее Он Погиб Смертью Храбрых 0-0 Пока что Грейд У Лолайта Ну и понятно Потому что у него сейчас Только только встал Экспанд Он только Сейчас начал функционировать Конечно Защита Оставляет желать лучшего Но это все Как раз таки Благодаря тому Что На Т2 поставил Базу На Т1 Конечно Там Защита Куда больше Укрепляется Ну и Что ж Смертьем Заполучил Сапоги Кельталаса Кстати Вот теперь у меня Возникает вопрос Что выпадает Тогда на Меркемпе То есть не может же Дроп одного уровня Падать на двух химпах На двух разных химпах На одной и той же карте Статуи уже появились У Суина Теперь жить становится легче Восполняется мана ХП Вот Передал Амулет маны На своего Рыцаря смерти Суин Чтоб у того Было больше койлов Закупается арба Ну и Вроде как Играет в метовый стандарт Срывает всех гулей Сколько? 3, 6, 7, 8 гулей Сорвал Сейчас Из дома Сейчас Ведет он их Ведет он их Скорее всего На экспант соперника Потому что экспант Наиболее уязвимая точка И берется Тарка Третьим героем Скорее всего Стрелку прокачает Хотя Нет Сайленс Сайленс качает И все-таки Сайленс Пытается закрепить Красную точку Лолайт Но Скажем так Не удалось ему Это полноценно Провернуть Сейчас Начинается замес У нас 50 лимита На 42 В пользу Лолайта Разумеется Но у Лолайта 31 Лимит По боевому Пытается Контролировать Своих Юнитов Игрок За альянс Неплохо Сейчас По крайней мере Удается Но не успел Другого рифла Спасти Все-таки Через банюшкой Качается Ну и ману Нужно переливать По-хорошему Воруется мана У Лича У Лича Есть мана На новую Прямо аккуратно Под новую Хватило ему Маны И все-таки Судя по всему Рассыпается Здесь Игрок за альянс Но Погодите Пока что Не собирается Еще не торопится Лолайт Сейчас выходить Из игры И тем не менее Он огрызается То есть убивает Гулей Своему сопернику Гулей конечно Под френзи Очень жестко Составляют Скажем так ДПС И Хочется обратить Внимание Что имеется Один грейд На защиту Этих самых Гулей Хорошо понимает Игру Соин То есть Он знает Что именно Грейд на Защиту Больше нужен Для его Гулей Нежели чем На атаку Некоторые игроки И вовсе не делают Грейдов Под тайминговый Пуш Не знаю с чем Это связано Скорее всего Это связано С тем что Они берут Третьего героя Как раз Под максимально Быстрый Тайминг Пуша Делается второй Грейд на защиту Для тех же Гулей А у Лолайта Есть Два грейда На атаку Вытягивается Мана Кобальда Это не кобальд Это Игла гриви Да Не ошибаюсь По хорошему Лолайт Может перекинуть Ману Но нет Не стал Этого делать Третьего уровня Уже Бладмак Прокачал Вторую Мана Дрейн Здесь Также Крепится Лаборатория Кстати С лаборатории Что упало Опа Здесь Два предмета Выпадает Предмет Второго уровня Коготочки Плюс 4 И Расходники Варды Репленишмент Иллюзии Вот В данном случае Иллюзии Выпали Соину Дирижабл Взял Сейчас Лолайт Закрепил Красную точку С красной точки Ему просто Феноменальный Дроп Выпадает Это Аура Таурена Да Она хоть и Порезана Несколько Патчами Назад И тем не менее Всяко лучше Нежели чем Любой другой Дроп Вы спросите Почему Я вам отвечу Рифлы Стреляют Сейчас жестче Кстати в Тир 3 Уже перешел Полноценно Лолайт Будет ли от него Третий игрой Это вот Большой вопрос Кстати у него Существуют Точнее имеют Имеются проблемы С древесной экономикой Вот Если вы сейчас Обратите внимание Всего лишь 100 дерева У него имеется В кармашке Ну и Практически Вся карта Уже закреплена Здесь шлем Доблести Выпал с красной точки Для Суина Дарка В принципе Такая заряженная Да Нарядная Шлем Коготочки Перчатки Так Судя по всему Начинается Очередной замес Тут немного Вытянул Маны у своего Визави Лолайт И все таки Ставится экспант Но его отменяет Суин Потому что Понимает что Враг рядом И Вряд ли он его Засейвит Кстати 2-2 грейды У Лолайта Третий грейд На атаку Делается прямо сейчас А у Суина Пока что 0-2 Будет ли он делать Третий грейд На защиту Это пока что Большой вопрос Потому что Третий грейд На защиту Да и в принципе На любой другой Грейд Он По ресурсам Крайне дороговато Выходит Продает Перчатки скорости Лолайт Покупает Свиток исцеления На блатмаге Имеется Второй свиток Исцеления А также Баночка Неуязвимости Будет ли телепорт От Лолайта Он замечает Соперника Который Забегает К нему на базу Имеется Грейд Один На Масонере Третьего уровня ДК Второго уровня Дарка И пятого уровня Лич Немного опыта Не хватает Для паладин Относительно Сколько получается Сто сорок Сто сорок Опыта До пятого уровня Ну и с пятым уровнем Интересно будет Посмотреть Что он прокачает Будет ли это Третий Холли Лайт Вообще Имеет место быть Потому что Если на дамажность На энное количество Героев соперника Можно и В принципе Шотать их Потому что Здесь баниш есть Который усиливает Эффект Магического урона Ну и В общем Поглядим Третий Грейд На атаку Вот-вот Уже Доделывается У Лайта Убивается Акалип Также отменяется Шахта Последний Кемп на карте Крепит Сейчас Соин Будет поставить На его дроп Лич Отошел Рыцарь смерти Вообще Такой Нарядник И амулет Маны Амулет Талисман Жизни Кольцо Регенерации В очередной Раз пытается Поставить Дополнительную Базу А Лу Лайт Уже Постепенно Готовит Плацдарм На выход К третьей базе Не, конечно Плохо То, что Суин Не добежал До сюда Я более чем Уверен Играл бы 120 Или Хэппи Он бы В обязательном Порядке Зашел бы На этот Рудник Своим Виженом И отменил Построение Этих Вышек Огромное Количество Рифлов Одних Лишь Рифлов Здесь Настроил Лу Лайт Сейвится У нас Рифл Став Итс Он Даже Неплохая Нова Сейвит Сейчас Рифлов Дирижаблем Лу Лайт Ему Нужна Лучшая Позиция Очередной Свиток Исцеления Но Не спасает Это Второго Рифла Который Упал Пытается Отконтроливать Сейчас Лу Лайт Ой Третий Четвертый Рифл При смерти Четвертый Погибает Судя Нет Не погибает Сейвит Его Лу Лайт Пытается По крайней мере Это делать Сейчас Еще Будет Нова Минус Четвертый Ой Паладин Очень много Урона Впитывает В себя И все Таки Да Телепорт Прожимает Игрок За альянс Чтобы Не наотдаваться Очень опасно Конечно Было Сейчас Контролить Лу Лайту И обратите Внимание Как он Здорово Засейвил Себе Юнитов То есть Ставаются Два Рифла Которые Сейчас Быстро Восстановятся И обратно Вернутся В бой Суин Нашел Такие Эти Вышки Под Третьим Рудником Работает Арканка Я полечу Что Является Правильным Решением С него Даже Доконтролил В последний Момент По Дарке Начал Стрелять Что ж Неплохо Сюда Идет Уже Лулайт У него На пятом Уровне Была взята Третья Аура Все таки Не третий Холилайт А именно Ауру Взял Игрок За Альянс 11 Защиты Это Означает Плюс 40% К Нивелированию Физического Урона Пытается Зацепить Абома Сейчас Лулайт Телепорт Нужно Брать Иракуз Альянс Иначе Без Телепорта Сражаться Крайне Опасно Ой Знаете Мне Что-то На мгновение Показало Что Здесь Магаз Стоит Что-то Знаете Привычки Из других Карт Да Вот так Скай Свиток Исцеления Имеется На Паладине На Бладмаге Не имеется Кстати Три Три Грейда На Защиту Сделал Игрок За Нежить Минус Акалит Минус Второй Нет Второй Выживает Начинается У нас Сражение 71 Лимит На 63 Фокус По Рефло Койл Залетает По Обом Сейчас Фокус Своим Дестройером Дирижабль Фокус Будет Ли По Дестройеру Это Большой Вопрос Пока Что Не Фокус Стоит Его Лолайт Вот прямо Сейчас В Мгновение Ока Он Рассыпался Минус Дирижабль Свиток Исцеления От Лолайта Сейчас Пытается Забрать Юнитов У соперника Здесь Соин Не Получается У него Это Делать По крайней мере С переменным Успехом У него Это Получается Сыпется Как-то Лимит У Соина В одночасье 58 Лимитов Всего лишь На 68 Продолжает Отконтраливать Лечится Обом Очень Не хватает Здесь Лолайта На самом деле А сферы Огня Хотя бы На Бладмага Чтобы Был шанс У У него Нивелировать Входящий Входящее Лечение По Армии Соперника А бом Пока что Живет Но Судя по всему Да Не хватает Маны Сейчас На Койл У рыцаря смерти Да Сейвит Своего Рифла Здесь Слулайт Я уже Был хотел сказать Что он Его теряет Но Нет Судя по всему Нужно Прожимать Телепорт Или Телепорта Не будет Став Своих Юнитов Просто Феноменально Сейчас Игрок За Альянс Лечится Рифл Огромная Прям Такая Дистанция Знаете Отхила Вот Прям Отсюда Дотянулся Своим Молотом Захилил Его Ну и Нужно Подхилить Других Рифлов Как мне считается Светок Стреления Если что Имеется Светок Стреления Прожал Сейчас Алулайт По армии Своей 62 Лимита На 71 Минус Очередной Рифл Как же Долго Живут Эти Рифлы Как же Долго Живут В масса Бумов Сейчас Переходит Соин Став Аются Рифлы Просто Один За другим Жестко Их Сейвит Лолайт На самом деле Бладмах Уже Пятого Уровня У него Третий Манодрейн Ой Нужно Вытягивать Ману Хотя бы С Лича Или же Рыцаря Смерти С Лича Он вытянул Все таки Если что Есть Большой Инвол У Лолайта Он прожимает Его И Сам Подшумок Выходит Под четвертую Базу Здесь уже Третья база Готова Имеется Две Вышки Какие Никакие Конечно Не супер Защита И тем не менее Она присутствует Минус Шахта У Суина И по идее Минус Телепорт По крайней мере Телепорт Должен прожимать Сейчас Лолай Это опасный Момент Да Все таки Нельзя Заигрываться Ни в коем Случа Не успел Добить Акалита Мне кажется Был смысл Переместить сюда В эту область Рифлов Которые стояли здесь И нанести По нему залп Мне кажется Этого залпа Хватило бы урона Чтобы добить его Шахта Закончилась Уже У Суина Так же Как и у Лолайта На мейне Был став Нот паладин Сейчас Восстанавливается Он Акалит Такой пришел Кто успел Тот и съел Мне кажется Будет вышка Достреливать До нее Насколько я понимаю Приходит сюда Суин Кстати Первый грейд На атаку У него имеется И все таки Обратите внимание Как живут гули Под Двумя Гвардовками С третьим грейдом На защиту Работает именно По таверкам Сейчас Игрок Занежить Отступает У нас Работяги Вряд ли За ними Побежит Сейчас Суин По крайней мере Одну гульку Отправляет За ними Решил вернуть Мало ли Медленно Но верно Ставится Шахта Примерно 40 секунд Еще будет Оплетаться 45 50 Может Да 50 Потому что Шахта Оплетение Шахты 110 секунд А мы Уже Прошли Отметку Половины Медленно Что-то Рассеивать Однако Здесь Есть Шахта Которая Функционирует Будет ли Агрессивный Телепорт Нет Такой Знаете Более Менее Нейтральный Телепорт Не супер Сейфовый Сюда 3-3 Зачем 3-3 Грейды У Лолайта Вообще Мне кажется Если бы ему Флейта Меткости Выпала бы С одной Из точек Ой Тут Чуть было Не чуть было То есть Все таки потерял Своего Рифла Не хватило ему Возможности Засейвить его Минус Второй Рифлу Ну Лолай Тут у тебя же Полная мана Почему ты Не захилишь Своих Битых Рифлов Знаете Я так Даже подумал Был смысл Взять для него Третьего героя Чисто для Третьего Ставка Паладин Уже Буквально В шаге Находится От шестого Уровня Мне хватает Убить Любого Практически Юнита Чтобы он Получил Этот самый Уровень Ставляется Одним За другим Один За другим Рифлы Ну Можно Подхилить Я думаю Да Вот этих Битых Рифлов Койл Нового Рифла Не успевает Его Подхилить Разумеется Лулайт Холлилайт По Рыцарь Смерти Так вы знаете Подразнивает Соперника О И тут Такта Дарка Очень Заряженная Обратите Внимание Я только Сейчас Заметил У нее Сапоги Кельталаса О Прям Жестко Все таки Кольцо Регенерации Обдал Лечу Я думаю Есть Смысл Сейчас Передавать Его На своего Рыцаря Смерти Сайленс По Бладмагу Начинается Сражение 73 Лимита На 47 Здесь В разы Больше Лулайт Мне кажется Суин уже не пробьет его Учитывая то что здесь Очень крутые герои Постоянно Утягивают Ману А это Самые А этой Самые Маны Постоянно Не хватает У Суина Шестого уровня Паладин Мне кажется Он может себе Позволить Разменять Своих Рифлов Мне кажется Он даже Этого и ждет Ну типа Давай Убивай мне Рифлов Я их даже Хилить не буду И все таки Ультимейт От Паладина Вновь возрождается Утраченный Рифлей Минус Абом Ну и Что ж 38 лимита На 58 На 20 лимита Больше Лулайта И что делать дальше С этой армией У мания Приложу Куча башен Лулайта Грейдится По моему Вот эти две башни Отменят Нет Все таки Не отменяется Ну и По моему Это конечко Для Суина То есть он Он устанет Пробивать Эти Лышки Еще и Второй Грейд На Масонере Имеется Ну а здесь Лулайт Уже Продвигается К Основной Базе Соперника Неприятно Неприятно Буквально За два Тика Минус Где-то 45 Тире 50 Маны У У Юнитов Два Толпой Телеграм Канал Ссылки Вы Найдете В Описании Присоединяйтесь Всем Рады Ну и До скорых встреч Всем пока